В данном уроке мы с вами займемся рассмотрением методов относительного поиска элементов. Начнем мы с вами с метода siblings. Он принимает строковый параметр expression, вернет данный метод все sibling элементы, отобранных ранее, которые подходят под вот этот самый селектор expression, который был передан как параметр. Следующий метод, метод parent, он вернет прямых родителей, отобранных элементов, опять же, которые подходят под параметр expression. Метод parents в свою очередь вернет всех родителей, не только прямых, а и всех остальных верхних уровней. Вот, метод children, соответственно, вернет дочерние элементы для каждого из отобранных. Метод next вернет только следующий sibling элемент, опять же, который подходит под вот этот вот самый селектор expression. Метод next all, в свою очередь, вернет вам все следующие sibling элементы для соответствующего набора. Вот, и последние два метода, метод pref и метод pref all, опять же, по аналогии с предыдущими двумя, вернут единственный предыдущий sibling элемент и все предыдущие sibling элементы для отобранного набора. Хотя здесь все и элементарно, но давайте все-таки парочку из них применим на практике и посмотрим, как это все работает. Открываем документик search start. В нем мы видим знакомую конструкцию HTML кода. Так, ну и сразу приступаем к делу. Опять графические результаты нашей с вами работы будем выделять рамками. Давайте начнем, например, с метода children, да. Для этого к нашему... Для начала, в общем, отберем наш с вами блок div-block. И к нему уже применим метод children. Пока что без параметров. Сохраняем документ, идем в браузер, смотрим, что получилось, да. Все дочерние элементы нашего с вами div-блока обвелись в рамочку. Возвращаемся в Dreamweaver и передадим сюда какой-либо параметр. Пускай это будет параметр... Опять же, div, например. Вернемся в браузер и увидим, что ничего сейчас у нас не выделится. Почему? Ну, тут, я думаю, вы уже сами догадались. Потому что дочерних элементов div у того набора, к которому применен метод children, не обнаружилось. Если же мы, например, исправим данный селектор на A, то уже все встанет на свои места и выделится соответствующая ссылочка. Вот. Теперь давайте-ка что мы с вами сделаем. Попробуем поработать... Применим уже знакомый вам селектор body и, в общем, все его дочерние элементы опять же найдем. И применим к ним метод, метод, метод parent. Для начала без параметров. Так. Тут я опечатался. Сохраняем документ. И идем сразу проверять, что получилось. Для всех дочерних элементов body, соответственно, основным родителем является элемент body. Это, в общем-то, логично. Если же мы применим метод parent, то бишь во множественном числе, грубо говоря, то увидим, что теперь у нас еще выделился и тег HTML, который, в свою очередь, является родителем для тега body, как вы уже наверняка догадались. А если же мы сейчас сделаем, давайте так. Здесь в один из параграфов вставим еще блок span. Ну, давайте назовем ему id. Зададим. Пускай будет inside span. Не забываем закрывать добавленный нами тег. И сделаем вот, что с вами. Применим это не к такому набору, а к нашему с вами только что созданному inside span. И заодно div block. Так, здесь я опять немножечко опечатался. И применяем метод все-таки parent. Сохраняем документ. И идем в браузер смотреть, что получилось. Выделился наш с вами параграф с индексом 2. Почему? Потому что он является прямым родителем вот этого его внутреннего спана. И выделился элемент body, потому что он является родителем прямым для diva. Если же мы исправим здесь, например, опять же на parents, то теперь можно наблюдать вот такую картину. Выделится еще и элемент HTML, который в свою очередь является родителем как для body, это прямым его родителям и родителям непрямым для вот этого самого параграфа. Так, давайте еще какие-нибудь методы поприменяем. Например, какие-нибудь sibling селекторы. Отберем поэтому, прошу прощения, не селекторы, а методы для работы с sibling элементами. Будем работать с нашим параграфом, который имеет id middle. И отберем для него элемент next. Сохраняем документ и идем опять же в браузер проверять, что получилось. Да, вот наш элемент middle, для него next. Следующий за ним параграф. Если же мы применим метод next all, то увидим, что выделятся все sibling элементы, идущие за вот этим самым параграфом с id middle. Тут как бы абсолютно все элементарно. А, ну давайте еще применим метод siblings, чтобы, грубо говоря, продемонстрировать работу этого метода во все стороны. Не только вперед или назад, как это будет результатом действий, да, методов next all и previous all, а в обе стороны. Сохраняем документ, смотрим, что у нас с вами получилось. Как я и говорил, все sibling элементы, расположенные в обе стороны, от того, к которому они применены, сейчас у нас обвелись рамками. Вот, на этом мы и завершим данный урок, и в следующем рассмотрим утилитарные функции.